Домашний хот-дог Повар на дому Мы приехали в супермаркет в Лос-Анджелесе, чтобы найти нашего сегодняшнего гостя, Шерлизу Гуаданус. Она делает здесь покупки. Недавно она прислала нам видеописьмо с просьбой устроить особенный ужин для ее мужа Сета. Здравствуйте, Кертис. Меня зовут Шерлизу Гуаданус. Я хочу попросить вас помочь мне устроить сюрприз моему мужу Сета. Он деревенский парень. Ему пришлось многим пожертвовать, когда он переехал ко мне в Южную Калифорнию. У нас было много трудностей, но он самый замечательный человек. Он умеет любить и делать людям добро. Так что мне с ним повезло. Пожалуйста, приезжайте. Мне хочется чем-то удивить своего мужа. Надеюсь, на скорую встречу. Она там, за углом. Давайте поймаем ее. Простите. Боже мой, вы Кертистоун. Да, это я. Вы приедете к нам домой? Я уже готова? Да, я хочу пригласить вас домой. Вы очень нравитесь моему мужу. Вы будете готовить вечером? Да, как видите, я хотела. И что вы покупаете? Сосиски? Все для простого бейсбольного ужина. Что это за ужин? Мой муж помешан на спорте. У нас принята простая американская пища. Хот-доги, гамбургеры, чили. Давайте сделаем из этого нечто особенное. Правда? Да. Из этого? Положите их назад, они нам не нужны. Ладно. Вы когда-нибудь сами делали хот-доги? Нет. Я могу вас этому научить. Серьезно? Да. Вы умеете готовить хот-доги? Конечно, кто же их не умеет делать? Ладно. Готовы? Да. Договорились. Идемте со мной к мяснику. Мы хотим сами приготовить хот-доги. Я буду учить ее, как это делается. Вы можете нам показать, как размалываете свинину и говядину? Конечно. Можно нам зайти? Пожалуйста, идемте. Мы будем перемалывать безкостную говядину, свинину и свиной жир. Два вида мяса и жир, это обогащает вкус. Ясно. Все это перемалывают здесь. Я не знала, что вы так умеете подойти к прилавку и попросить перемолоть для вас мясо, чтобы самому сделать хот-доги. Сначала говядина, потом свинина. Смешивать плохо? Нет, потому что, понятно, все равно они смешаются. Вот ваше мясо. Отлично, большое спасибо. Нам понравился урок. До свидания. Я уже предвкушаю удовольствие. Никогда не готовил ужин на бейсбольную тему. Будет весело, когда мы познакомились с Сетом. Я ненавидела бейсбол, потом он мне много рассказывал, и сейчас он мне нравится почти так же, как и с Сетом. Что он любит больше всего на свете? Может, сладости? Он любит шоколад, банан и арахисовое масло. Все вместе. Представляете, я знаю очень редкий рецепт печенья с шоколадом и арахисовым маслом. Неужели? Наверняка нам подойдет, ему точно понравится. Знаете, что мы сделаем? Это будет пикник. Там можно будет поиграть в бейсбол. Замечательно, возьмем все и сосиски, и печенье, и поиграем мяч. Да, потом полакомимся крабами с соусом из авокадо. Просто чудесно. Ему понравится, конечно, отлично. Сегодня мы готовим закуску из крабов и авокадо с маслом и хрустящими лепешками. Затем у нас будут домашние хот-доги из чили. А на десерт приготовим изумительное шоколадно-ореховое печенье. Я думаю, больше всего из австралийских игр похож на бейсбол-крикет. Крикет? Я ничего о нем не знаю. Вы не знаете о бейсболе? Вы никогда не играли в бейсбол? Нет. У вас все принадлежности в машине нет. Да? Правда? Конечно. Мы возим их на всякий случай, чтобы поиграть в парки. Поищем парк? Думаю, из меня получится хороший бейсболист. Пожалуй, да. Мне нравится наблюдать за игрой, но я никогда не играл сам. Тогда это будет весело. Берите синюю сумку, а я возьму красную. Как зовут вашего мужа? Сет. Он научил меня всему, что я умею. За все мои ошибки винить его. Ладно. Будет не очень трудно? Конечно нет. Но к концу дня мы сделаем из вас звезду. Какие правила мне надо знать? Старайтесь ударить по мячу, а не по мне. Что такое удар? Покачаться и промахнуться? Точно. Только постарайтесь именно так не делать, чтобы потом над вами долго не смеялись. Правда? Вся ваша команда повеселится от души. Знаете, когда я первый раз был на бейсболе, я увидел одного немолодого человека и подумал, вот это да, наверное, это очень хороший игрок в таком возрасте и выступает. Конечно. Оказалось, это был тренер. Я спросил, почему он в форме? Может, он должен заменять игрока, который получит травму? Нет-нет, это делается из солидарности с игроком. Для их поддержки. Ну, знаете, часто тренерами становятся бывшие игроки. Понятно, так что они все знают не понаслышке. Вы болеете за Чикагски. Что вы, простите, за Сан-Франциски? Гигант, конечно. А я буду за Лос-Анджелесских ловких. Нет. Ну, только не сегодня. Давайте, я готов. Почти поймал. Готовы? Да. Точно? Да, о господи. Не важно. Ловите. Догнать? Да, хорошо. Я его почти поймал. Да, все не так просто. Давайте продолжать, не стойте. Устали? Есть немного, а вы? Знаете, если регулярно тренироваться, то и у вас получится. Вы так думаете? Конечно. Может, бейсболист я никудышный, но, надеюсь, с хот-догами у меня получится лучше. Точно, это будет наше основное блюдо. Так что у нас есть свиной фарш, говяжий фарш и жир. Понятно? Берем равные части фарша. Их надо хорошо смешать. Достаточно. Так, здесь у нас пакет в виде воронки. Да. Вставляю сюда насадку. Отлично. Здесь надо держать очень крепко. Мы будем пропускать фарш в оболочку. Понятно. Точно? Да. Здесь у меня самые странные штучки, которые вы когда-либо видели. Мы это называем сосисочные оболочки. Выглядит непривлекательно. Подержите, пожалуйста. Их надо натянуть на насадку. Легко ошибиться. Вы же хотели приготовить домашние хот-доги, и я не знала, что так будет. Ну ладно. Теперь смотрите, я буду выдавливать, а вы осторожно тянуть. Только аккуратно. Ладно. Хорошо. Сейчас положим на стол. Я начинаю выдавливать, а вы потихоньку тянете эту колбаску. Придерживайте ее. Хорошо. У вас получается великолепная длинная сосиска. Хотите, поменяемся местами? Давайте. Держите крепче. Это самое необычное дело, которым не приходилось заниматься. Но зато весело. Получилась супер-сосиска. Скажем, вот так будет достаточно. Мы просто перекрутим в этих местах. Понятно. Вот и все. Именно так делаются хот-доги. Правда, здорово? Не может быть. Ладно. Теперь мы сделаем вот что. Отпустим их в горячую воду и будем варить минут 15 на маленьком огне. Отпустим их в горячую воду. Так что это. Мы оставим 15 минут на очень низкой температуре. Готово. Мы сами сделали хот-доги. Отлично. Пора заняться приправой. Давайте. Прежде всего, надо нарезать репчатый лук. Что вы делаете, чтобы не было слез? Хозяйки любят рассказывать, что если в кухне течет вода, то слез не будет, но это сказка. Чем острее нож, тем меньше лукового запаха попадает в нос. Масло есть? Конечно. Немного брызнем на сковороду. Так. Достаточно. Теперь берем горсть нарезанного лука. Дадим пожариться пару минут, чтобы лук стал мягким. Хорошо. Потом кладем мясо. Свинину и говерину. Мы их перемешаем, а вы пока порежьте помидоры. Режьте, как вам удобно. Ладно. Все равно мы их будем жарить. Нам важно, чтобы они придали вкус солнцу. Понятно. Передайте мне это, пожалуйста. Что тут у нас есть? Тмин. Перец чили. Ням-ням. Держите. Давайте немного посыпем. Будет достаточно пикантно. Думаю, да. Я же говорил. Остренько. Немного кмина. Хорошо. Соус из чили дело вкуса. Некоторые любят поострее, а кое-кто предпочитает ближе к баланезе. Так что специями не надо увлекаться. Мы любим остров. Правда? Если так, то можно еще добавить кмина. Теперь это надо хорошо размешать. Подайте, пожалуйста, мясо. Положим сюда. Так. Снова перемешиваем. Вот так. Хорошо. Теперь добавим жидкости. Положи помидоры. Берите их и бросайте туда. Хорошо. А я буду перемешивать. Добавим немного говяжьего бульона. Давайте наливайте. Вот так достаточно. Помешайте, и вы увидите, как изменилась консистенция. Все прекрасно. Снова ставим на огонь. Отлично. Мы сделали приправу для наших сосисок. Это будет что-то необыкновенное. Остается приготовить закуску и печенье. Дел еще много. Нас хватит времени? О, как. Одно блюдо у нас готово. А два еще предстоит сделать. Муж Риза с сетой не представляет, что его ждет. А мы пока занимаемся закуской. Пора приступить к закуске. Давайте. Все очень просто, но, по-моему, это именно то, что больше всего подходит к хот-догу. Вы правы. Итак, авокадо. Возьмите один. Разрежьте вот так, как я. Этого. Достаем мякоть, предварительно очистив его. Авокадо придаст совершенно неповторимый вкус. Мы будем класть слой авокадо, затем слой крабов. Можете начать вилкой разминать мякоть. Теперь нам понадобится сок лайма. Так, цитрус не дает потемнеть. Вот именно. Отлично. Это придаст кислинку, и вкус будет замечательный. Теперь несколько ложек сметаны. Столько вполне достаточно. По-моему, проще не бывает, мне это очень нравится. Да, конечно. Все, эта смесь готова. Теперь приступим к следующей. Крабовой. Бросаем большой кусок крабового мяса и мнем его вилкой. Как вы уже делали. Вы говорили, что любите острое, поэтому я добавлю перец чили. Отлично. Вот так, хорошо. Теперь добавим его к крабам. Какая красота. Немного базилика. Хорошенько перемешать. Потом я кладу майонез. Так. Можно еще добавить? Хорошо, так достаточно. Просто великолепно. Подготовительная работа завершена. Теперь мы можем взять миску и зеленую массу выложить на дно. Давайте. Делаем слой из авокалии. Какой чудесный аромат. Отлично. Вот так. А сверху слой крабового мяса. Я просто вываливаю массу на нижний слой. Может, и разровнять его. Вам нравится? Очень настоящая красота. Ну так ровненько. Мы подадим это с кукурузной соломкой. Отлично. А сейчас вы можете пойти переодеться. Я сейчас буду жарить майсовые лепешки, то есть приготовлю домашние чипсы. Они очень хорошо подойдут крабам и авокадо. Да и так я беру майсовые лепешки и режу их. Примерно так. Теперь их надо пожарить. Я беру глубокую посудину с нагретым маслом и просто бросаю туда нарезанные кусочки. Вот так один за другим. Видите, как быстро они жарятся. Вы просто через 30 секунд вынимаете их из горячего масла шумовкой. Так, это сделано. Положите их на бумажную салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Немного соли. Примерно столько. Встряхните, еще чипсы можно подавать. Теперь пора заняться десертом. Я приготовлю шоколадное печенье с арахисовым маслом. Начнем с сухих ингредиентов. Нам понадобится полтора стакана муки. Вот так. Теперь чайная ложка соды для выпечки. Примерно стакан сахара, неочищенный песок. Пачка масла. Отлично. Теперь все это взбиваем миксером. Добавляем одно яйцо. После этого кладем арахисовое масло. Я положу его много, потому что оно мне нравится. Наверное, целый стакан. Немного меда. Примерно четверть стакан. Очень хорошо. Теперь добавляем муку. Вот так. И перемешиваем обе части теста. Сухую и жидкую. Отлично. Смотрите на это тесто. Просто замечательно. Готово. Здесь у меня шоколад. Разбейте его, не распечатывая. Разломайте на мелкие кусочки. Примерно так. Объедение. Как можно испортить блюдо, если готовишь из шоколада и арахисового масла? Возьмите вот такую ложку для теста. Зачерпните ее и положите тесто на противень. И старайтесь брать одинаковое количество теста. Пусть они будут разной формы. В этом отношении я не приверен. Теперь вы ставите все это в духовку примерно на 350 градусов. Печенье печется минут 12-15. А вот и вы отлично выглядите. Все готово для вашего ужина в парке вместе с сетом. У меня все есть. Кукурузные палочки, соус, хот-доги, булочки для них, приправы для сосисок с чили. Прекрасно. Давайте все положим в корзину и поедем в парк. Это я тоже возьму с собой. Все, мы на месте. Да, позвоните Сэту. Да, конечно, и сейчас. Привет, дорогой, как у тебя дела? Хорошо, давай встретимся в парке. У меня для тебя небольшой сюрприз. Отлично, милая, и до встречи. Пока. Ему страшно любопытно. Он спрашивает, все ли у меня в порядке, почему я это придумала, господи, я так волнуюсь. Он только что вышел из машины. Все подойдите ко мне, будьте рядом. Быстрее. Он идет к ней. Сюрприз. Здравствуйте, Сэт. Здравствуйте, Картис. Приятно познакомиться взаимно. Мы слышали, что вы любите вдвоем смотреть нашу программу «Домашний повар». Это так. И вы попросили свою любимую жену принарядиться, когда она пойдет в магазин. Так на всякий случай. Был такое. Мы знаем о вашем увлечении в бейсболе. Мы тоже сегодня играли в мяч. Неужели? Да, мы решили устроить для вас приятный бейсбольный вечер. Вы сейчас побудете здесь, а я вернусь через минуту. Ты доволен? Да, очень. Прошу, что я это всегда вожу с собой в машине. Пока Шелиза и Сэт нагуливают аппетит, я накрою на стол. Это у меня крабовое мясо с авокадо, можно подавать. Остались только хот-доги. Бейсбол и еда, это очень романтично. Не знаю, кто еще думает так же. Я не знаю, кто еще думает так же. Друзья, подходите и присаживайтесь. Здесь у нас что-то вроде пюре из авокадо агуакамоле. Это нижний слой, а сверху слой скрабового мяса с майонезом. Объедение очень вкусно. Это точно. Сегодняшний ужин мы начали с крабового мяса, с авокадо и кукурузными палочками. Далее. Хот-дог с соусом чили. Получается замечательно. Вот ваши чили-доги. Чудесно, выглядит аппетитно. Пое здоровье. За тебя. Потрясающе. Очень вкусно. В качестве основного блюда мы приготовили домашние сосиски с соусом чили. Когда в последний раз мы с тобой устраивали пикник? По-моему, это было в тот день, когда я тебе сделал предложение. Пожалуй, тогда и был последний раз. Ты удивлен? Еще как. А теперь я хочу предложить вам печенье с шоколадом и арахисовым маслом. Спасибо. Выглядит потрясающе. Очень вкусно. И правда, просто объедение. На десерт мы приготовили шоколадно-арахисовое печенье. Итак, друзья, мне было приятно с вами познакомиться. Приятного аппетита. Спасибо. Наслаждайтесь едой друг другом. Большое вам спасибо, Картис. Всего вам хорошего, счастливого. Спасибо. Я попробовал играть в бейсбол. Но пусть лучше они им занимаются. А вот что касается сосисок... У меня тост. За чудесный пикник с бейсболом. Сегодня был действительно особенный день. Мы познакомились с милой гостьей, которая увлекается бейсболом. Я помог ей приготовить для мужа. Любители бейсбола. Но пикник-сюрприз. И судя по тому, что мы видим, мне кажется, все прошло замечательно.